Юлий Цезарь – тиран, диктатор, проживший насыщенную жизнь, одержавший победы по всему миру и повидавший немало предательств. Цезарь открывает глаза на мир в очень богатой семье. Он взял себе имя «Цезарь», что означает «отрезанный», потому что родился путем отрезания живота его матери, умерший при рождении. После банкротства семьи Цезаря его захватили пираты, когда он отправился на острова Эгейского моря, чтобы учиться у философов. Пираты хотят от него золота. Цезарь им дает это золото, но обещает себе отомстить. Спустя несколько лет после этого события он построил флот, нашел этих пиратов, которые его захватили, и распял их в современной Турции. С 20 лет он дал понять, каким будет его будущее. В этот период в Риме начались восстания под предводительством Спартака. Цезарь участвует в подавлении восстаний, думая, что сейчас самое время блеснуть. В то время Рим был без диктатора или короля. И поэтому Цезарь стремился к высотам. Со стороны сенатора Цезаря отправили в Галию. Галия была полна жестоких варварских племен. Но они не знали, что Цезарь был еще более жестоким, чем они. Цезарь достигает первого достижения в своей жизни, вошедшего в мировую историю. В этой восьмилетней войне сражаются три миллиона вражеских солдат, один миллион из них погибают, а остальные продаются в рабство. Цезарь, который также является хорошим писателем, подробно упоминает войны в своих книгах. Он доказал, что великие победы одерживаются разумом, а не числом. Цезарь также дружил со своей армией. Поэтому его солдаты оставались ему верны до самой его смерти. Но в эти годы с ним случилось много трагедий. Его дочь умерла при родах, когда все шло хорошо. Его величайший союзник потерпел поражение в битве и был убит. Сенатор, боящийся Цезаря, зовет его в Рим. У Цезаря, однако, было два варианта – войти с армией, объявить войну или войти как гражданское лицо и отправиться в тюрьму. Конечно, бесстрашный Цезарь выбирает бой. Цезарь побеждает Помпея в гражданской войне и захватывает Рим. Помпей отправляется в Египет, чтобы собрать новую армию. Цезарь идет за ним. В эти годы Египтом правил десятилетний фараон, а его сестра Клеопатра находилась в изгнании. Египетский фараон обезглавил Помпея и передал его Цезарю. Цезарю это не понравилось. Независимо от того, сколько у него было врагов, Помпей был из родной страны и должен был умереть с гордостью. Не зная, что делать с пятьюстами людьми, Цезарь придумывает хитроумный план. Он дает приказ найти Клеопатру, сестру фараона. Клеопатру привели к Цезарю, завернутый в ковер. Спустя некоторое время фараон утонул в Ниле и был скормлен крокодилом, и его заменила Клеопатра. Хитрый план Цезаря удался, но и сам был обманут. Клеопатра была очень умна, свободно говорила на четырех языках, грамотно и владела греческой философией. Он знал, как заставить Цезаря влюбиться в нее. Он вступает в неофициальный брак с Клеопатрой, которая завладевает разумом Цезаря. Потому что, согласно римскому законодательству, римлянин мог жениться только на римлянке. У них даже были дети от этого неофициального брака. Цезарь был настолько уверен в себе, что после каждой победы говорил, пришел, увидел, победил. После возвращения Цезаря в Рим он был объявлен диктатором на один год, а затем на десять лет. Он получил поддержку, раздав землю людям. Цезарь верил в греческих и римских богов. Шло время, Цезарь становился все более могущественным и строил для себя дворцы. Он сидел, когда поприветствовал сенаторов, и обращался с ними как с обычными людьми. Это было большим неуважением. Сенаторы проводили тайные встречи и планировали убить Цезаря. Однажды они организовали форум и пригласили туда Цезаря. 60 человек, в том числе его лучший друг Брут, его зарезали. Одним из его последних слов было «И ты, Брут». После смерти Цезаря его племянник Октавий стал первым императором Рима. Ближайший человек Цезаря Марк Антоний и его жена Клеопатра покончили жизнь самоубийством в Египте. После смерти Цезаря императоры, пришедшие к власти спустя годы, скармливали людей животным. Эти императоры положили конец непобедимой Римской империи. И в конце концов Римская империя разрушилась. Я дал вам краткое изложение жизни Цезаря, надеюсь, что она оказалась полезной. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и оставить комментарий. Если это видео наберет тысячу лайков, следующее видео будет об Адольфе Гитлере. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok